приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы давно просите приготовить шахматную колбасу подписчики зрители в комментариях просили вот на колбасу шахматную которая делается на основе вареной колбасы я еще не созрел она шахматную ветчину уже созрел и с удовольствием вам представляю этот рецепт рецепт не из какой книги мы его подготовили и собрали для вас сами для приготовления нам понадобится жирная вот такая вот свинина практически под черевок взяли два кусочка нежирной говядины разрезали их вот на такие вот тоненькие лариса разрезала кусочки сейчас расскажу для чего и также два кусочка нежирной свинины из специй нам понадобится гранулированный чеснок черный молотый перец и молотый мускатный орех для засола используем не смесь нитритной поваренной соли соотношение 50 на 50 на килограмм сырья будем использовать 10 грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 6 процента и 10 грамм поваренной соли в первую очередь естественно мясо надо засолить и для того чтобы создать шахматный рисунок вот эти вот филешки мне надо порезать на такие квадратненькие более-менее брусочки нарезка это не моя сильная сторона но такие примерно сантиметр на сантиметр у нас должно получиться брусочки чтобы потом из этих бус брусочков создать шахматный рисунок сейчас нарежу вот этого тонкая филийное мясо и вернемся вот посмотрите пожалуйста вот такие брусочки получились ну примерно насколько мог ровно их порезал сейчас будем их засаливать это мясо очеревку нарежем любыми кусками мы его будем перерабатывать фарш нарезанное мясо отправляем емкость для засолки засыпаем засолочной смесью и тщательно все перемешиваем чтобы каждый кусочек мяса получил порцию засолочной смеси очень важный момент друзья мясо должно быть постоянно пока мы с ним работаем до момента тепловой обработки должно быть охлажденное то есть она не должно догреваться до температуры выше 10 градусов вот так вот хорошенько все засолили присмотрите я это отправляю сейчас холодильник на сутки она у нас будет засаливаться при температуре 3-4 градуса в обычный холодильник за несколько где-то за минут сорок за полчаса до того как я начну перерабатывать я хочу вот это вот мясо выложить вот таким вот образом на каком-нибудь протвинке и подморозить чтобы было проще работать с этими брусочками то есть выкладываем его ну максимально ровно и подмораживаем мясо для приготовления фарша тоже немножко подморозить итак друзья завтра про следующий день мяско для ветчины просолилась внесем сюда специи хорошенько все перемешаем но у нас уже немножко подмерзла ничего фаршики размёрзнется вот и теперь вот эти вот колбаски которые мы нарезали брусочки выкладываем вот так вот кусочками на любую ровную поверхность желательно чтобы вот так вот их подровнять чтобы они представляли из себя в сечении какие-то как можно более ровные квадратики чтобы наша шахматка получилось красивой и шахматной и отправляем морозилку где-то на полчаса чтобы она подмерзла чуть-чуть схватилась чтобы нам было удобнее шахматку эту выкладывать и так все готово к приготовлению кубики мы подморозили они вот такие вот достаточно достаточно плотненькие видите какие-то даже еще более плотненькие но такая консистенция будет хорошо жирную свинину которая тоже у нас подмороженная измельчим на мясорубке с диаметром отверстия 6 миллиметров чинный фарш перемещаем чашу миксера и тщательно вымесим примерно в течение минут пяти но фарша немного можно четырех минут в результате вымешивания то есть мы вымешивали фарш до состояния так называемых белых волокон то есть вот появились именно белые волоконки фарш и фарш стал вот такой вот пастообразный однородный значит мы все сделали правильно и теперь друзья приступим к самому интересному для формирования нашей ветчины используем ветчинную пленку но не ветчинную называется целлюлезная пленка для рулетов покупали мы ее в магазине ем колбаски этот магазин доступен и в украине и в российской федерации вообще по оригинальным рецептам вот такие вот шахматные колбасы и их делают в этой в говяжьей синюки да правильно но говяжьей синюки у нас нету и штука это такая очень специфическая особенно специфический у нее запах поэтому будем использовать целлюлезную пленку разравниваем фарш ровным пластом так чтобы мы из него потом могли свернуть колбасу выложить фарш ровным пластом чтобы этот пласт по длине у нас соответствовал нашей начинке вот ларис надо немножко укоротить оттуда продлить ну и стараемся естественно чтобы толщина этого пласта такой своеобразной котлеты было ну примерно одинаковая после того как получили примерно ровный слой фарша начинаем ну вот где-то ориентировочно по центру блина выкладывая шахматкой наши полоски состоящие из свинины и говядины следующий ряд ложим так чтобы у нас получился именно шахматный порядок то есть на белый брусочек ложим темный и натерну на свинину ложим говядину и на говядину свинину такая интересная штуковина получается выложили такую шахматную горочку теперь нам надо фарш завернуть теперь пользуясь пленкой вот таким вот образом заворачиваем чик нашу колбаску видишь надо было чуть больше здесь оставить немножко будет несимметричная она у нас мы пойдем дальше будем формировать его ее вручную то есть наша задача получить как можно более ровненькую такую колбасу завернутую в эту пленку помочь тебе как скажи пока я не подключу подкручиваем краешки и завязываем шпагатом ну не надо сильно уплотняем уплотняем чтобы уплотнить можем так подкрутить получилась у нас вот такая вот колбаса друзья но это еще не все мы пойдем дальше также в любом магазине в том числе интернет магазине ем колбаски продается вот такая вот сетка для запекания для формирования ветчин рулетов нам надо поместить нашу ветчину в эту сетку для этого в качестве матрицы использую кусочек трубы диаметром 120 миллиметров у меня эта труба универсальная вот так вот натягиваем на трубу и отправляем сюда батон таким образом он у нас уплотнится и стянется этой сеткой края сетки теперь можем значительно лучше подкрутить и перевязать леяным шнуром после этой процедуры оставим нашу колбасу при комнатной температуре где-то ориентировочно на час чтобы она полностью отеплилась вот такой батончик у нас получился дорогие друзья по моему очень очень даже красиво через час перейдем в тепловой обработке духовку разогрели до температуры 80 градусов в батон ветчины под помещаем кулинарный термометр для контроля температуры на дно духовки мы поместили противень с кипятком отправляем ветчину в духовку включаем конвекцию и нижний нагрев таким образом мы получим равномерный процесс паровой варки выпекаем вернее запекаем нашу ветчину до температуры 68 градусов внутри батона на всякий случай я включаю секундомер но это будет очень примерная цифра я скажу озвучу в конце когда мы закончим приготовление сколько времени она у нас заняла но это будет очень примерная потому что духовки у всех разная толщина батона разная поэтому конечно лучше всего полагаться на кулинарный термометр также можно использовать чуб для барбекю сигнализатор чуть не сказал сигнализатор клёво просигнализировал нам о том что колбаса готова прошло ну ветчина колбасная ветчина прошло 2 часа 45 минут извлекаем ее из духовочки и отправляем в ледяную воду чтобы остановить все процессы повышения температуры потому что в духовке у нас была температура выше и за счет того что наружные слои батона достаточно сильно прогрелись колбаса но ветчина может перегреться поэтому ее надо сейчас хорошенько охладить после того как наш батончик проведет минут 15 в ледяной воде и процессы нагревания остановятся выкладываем его просто на досточку на тарелку и оставляем при комнатной температуре на ночь чтобы он напитался сформировался полностью ну пришел в чувство скажем так а завтра утром друзья будем дегустировать не настолько интересно что получилось вот я реально сгораю от любопытства назад папа папа на следующий день друзья я хочу эту штуку распаковать конечно у меня есть немножко мандраж такой легкий не сказать ничего что у нас получилось немножко получился отек и вот так вот вот так вот получилось то есть она реально шахматная но немного немного в середине плохо склеилось сейчас давайте разберем причины по которым это могло проект и так друзья какие я предполагаю ошибки мы допустили первая ошибка мы сильно охладили мясо которое внутри и не отеплили его за счет этого получили при интенсивном нагреве бульонный отек то есть наружу как вот видите наружный колбасный фарш склеился у нас совершенно нормально а те брусочки мяса которые внутри они совершенно не склеились и не получилось ветчины вот второе следующий раз когда я буду делать то есть это видео как бы у нас было пробное это мы первый раз с ларисой сделали и решили поделиться своим первым опытом то есть пока этот рецепт не отработан я его не предлагаю как рецепт а просто вот просто делимся своим опытом второе я понял что вот этой вот сетки давление мало потому что видите я его могу сдавить сдавить следующий раз я поверх сетки буду туго обязывать ну и собственно говоря попробуем на вкус мне очень хотелось приготовить шахматной ну вернее хочется я не остановлюсь на этом очень хочется приготовить шахматную колбасу но начинать я буду шахматной ветчины приготовилась мясо полностью причем говядина имеет такой потрясающий цвет то есть она не посерела она такого ярко как видите яркого цвета и все бы было хорошо если бы мы не допустили вот этих вот ошибок мы сильно подморозили брусочки вот отсюда он даже не отрывается кнаружи он приклеился там где он успел отеплиться он отлично приклеился мясо конечно божественное я представляю себе видите его реально сложно оторвать от фарша то есть начало было начало было хорошее а в процессе по вкусу ветчина просто божественная но она реально очень вкусная специи подобрали идеально даже даже нельзя остановиться причем хорошая прожаристая корочка получилась очень удобно работать с этой оболочкой тоже очень классно первый раз мы работали с вот этим вот листом ветчина суперская естественно мы ее захомячим сами потому что она реально очень вкусная а для вас друзья мы с учетом ошибок которые допустили в этот раз приготовлении шахматной ветчины следующий раз следующее видео будет о шахматной ветчине уже с учетом этих ошибок мы их учтем приготовим правильно и после этого презентуем вам рецепт шахматной ветчины а затем перейдем к шахматным колбасам то есть мне очень хочется сделать шахматную вареную колбасу по конникову с языком с несколькими наполнителями но вот для меня это такой высший пилотаж как видите первый опыт ну первый блин блин как говорится комом поэтому еще раз повторяю это не рецепт это просто мы поделились своим опытом хотя хотя конечно была надежда что что-то получится и получится рецепт ну вот я же говорю у меня одно объяснение плохо оттеплили начали греть мясо внутри было еще замороженное то есть снаружи оно склеилось идеально вот я за наружные куски держу те которые к фаршу приклеены держу ветчину а внутри мы немножко процесс прошляпили поэтому друзья ждите нового видео с шахматной ветчиной ну вот такой вот у нас получился результат естественно мы с ларисой будем снимать для вас новые видео будем стараться чтобы таких результатов получалось как можно меньше подписывайтесь на наш канал за это видео естественно ставьте палец вниз ну и как обычно всего доброго желаю вам удачи